Для чего я сижу на столе, спросите вы? Только для того, чтобы крикнуть, вынесите черный ящик! Вот что мы сегодня распаковываем. Вы скажете довольно поздновато, и мы с вами согласимся, почему бы нет, но, видимо, наш почтальон застрял в пробке и только сейчас притащил нам этот черный ящик. Тот самый черный ящик, в котором спряталась вся Первая мировая война. Давайте раскрывать! Так, мы снимаем нашу первую одежку. Вообще, вся распаковка, это как девушку раздевать. Сначала ты платье снимаешь, а потом ты смотришь, а что же у нее на самом деле там внутри. Где сиськи? Сиськи, где я тебя спрашиваю? Мы им я! Мы им я! Помните, как все в черном ящике? То есть черный ящик открывается. Мы счастливы? Да, мы счастливы. Вообще, я уже вижу, что здесь воин, у которого много разных маленьких частей. Ну, мы его немного попозже рассмотрим. Вот, смотрим, что здесь. Игрушечки, маленькая корабулька. А из маленькой корабульки, ну да, как я и думала, карта. Вот посмотрите, например, какой у нас король. Валет. Дама. Дама вся разукрашенная. Отдельная рука солдата. Ну, возможно, это даже не его рука, а, возможно, это рука трофея, которую он кому-то уже ликвидировал. Отрубленные конечности не трогать. Теперь они мои. Так, здесь у нас еще одна рука. Ааа, это сменные руки. Это сменное оружие. То есть, они сделали не просто сменное оружие, а сменные руки. Просто взял вот так вот по локоть, отрезал и раз, уже сменил оружие. Тот самый стилбук, в котором должна храниться игра, но здесь ее сейчас нету, потому что ее нужно будет купить отдельно. Он такой приятный, его даже не хочется выпускать из рук. Так он прямо... Я вообще люблю тактильные ощущения. Мне нравится все, что у меня соприкасается с моими пальчиками. Здесь у нас нашивка. Нашивка на куртку. С красным человеком на коне, с белыми носочками. Так. Здесь такое ощущение, как будто... Я хотела сказать сначала платочек. Ну, это плакатик, но при этом он такого... Из текстиля точно сделан. То есть, его можно даже будет погладить утюгом, и он будет как новенький. Все, наконец-то мы добрались до солдата. Того солдата, который умеет менять руки. Так, давайте рассмотрим сначала солдата. Ну, как всегда, они довольно тяжеленькие. У него развивается плащ, прямо как у родины матери. В Волгограде, который стоит. Вот. У него такой волевой вид и черная кожа. Наловим раков на рисовом поле. Я! Ха-ха! А на десерт я сделаю вам! Диких яблок! Я! Отожремся! Ха! Как я понимаю, вот это вот может вытащиться. Эти пистолетики могут все-таки меняться. Это такая папаха. Папаха с дополнительными руками. У солдата есть дополнительные руки, у папахи тоже. В общем, что это за штука, подскажите мне, пожалуйста. Потому что я, честно, не знаю, для чего она и куда ее цеплять, тоже пока не определилась. Ну, вот так вот, если только. Вот такая вот штучка у нас есть. Да, это левая рука. Вы только посмотрите, как хорошо он встал на свое место. Это гораздо сложнее, чем вот эти девичьи игры с одеванием кукол. И так, вот такая у нас получилась распаковка коллекционного издания Battlefield 1. Если вам понравилось, мы будем еще открывать другие коробки, но правда чуть попозже. Ну, а пока оставляйте свои комментарии, и мы с вами увидимся, ну, когда-нибудь тогда. Давайте, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!